Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! Вот у нас кусочек синагоги видно. Это не синагога, это уже здание, которое построили дополнительно на территории синагоги. Построил его продюсер Роднянский в честь своей мамы. Вот это здание он построил на синагоге в честь мамы. Очень молодец! А сегодня пусть будет этот урок Лейлу Нишамад для поднятия души мамы Маши Плетневой. У нее мама умерла, Римма Плетнева, умерла вот так неожиданно в сегодня похороны. И чтобы у нее было сегодня для поднятия ее души, Тора как раз ее сопровождает. И вот так женщина пошла в больницу и не вышла из нее. Приехала сама грипп, грипп, вирус. Вот так. Хорошо, дорогие друзья, все. Мы продолжаем изучать притчи царя Соломона, чтобы и в этом мире было хорошо, и чтобы сопровождала нас Тора туда. Мы остановились, чтобы не становиться на тропу злодеев и не искать счастья на пути злых людей. Это был 14-й отрывок. И 15-й отрывок нам дали 4 способа, как от зла уклоняться. Мы вчера изучили. То есть, есть 4 способа избегать его, не проходи по нему, клонись от него и пройди мимо. То есть, нужно все время уметь вморозиться. Есть очень классный по Торе способ, когда, ну, например, ты едешь в купе, например, видишь, что люди такие начали бухать уже. Открыли бутылку водки, первую, вторую, и они такие в наколках все. А ты такой студент, или еще лучше студентка, едешь к бабушке, да? Красная жабочка с пирожками. А там три волка таких, знаешь, они уже, знаете, открыли вторую бутылку водки уже, и так, знаете, они двусмысленно смотрят. Что делать по Торе, да? По Торе надо увалить, надо убегать вообще. Конкретно надо убегать, потому что явно ситуация выходит из-под контроля. Но, чтобы спокойно было убежать, чтобы они тебя не остановили, нужно сказать так. Да, типа, ехать нам еще двое суток. Двое суток нам ехать, как бы, я вообще еду до конца. Вы куда едете? Они говорят, ну мы потом выходим и едем там в Чмыри, в деревню. Ты говоришь, и я в Чмыри. У нас впереди еще трое суток совместного пути. То есть, чтобы они думали, что у них будет еще много времени с тобой разобраться. А ты в это время тихонечко собираешь вещи, типа, у меня в туалет надо, и сумку всю собираешь, и скупы валишь. Но именно они должны быть спокойны, что ты едешь с ними в Чмыри. Понятно, да? Вот. Теперь, значит, это расшифровка пятнадцатого отрывка по простым языком. Как избегать, как не проходить, как уклоняться и пройти мимо. Шестнадцатый отрывок. Тило ишну имло яру. Яры у. Тило ишну имло яру у. Ваникзылашна там имло якшилу. Вот такой отрывок шестнадцатый. Значит, переводится он следующим образом, что они не заснут, пока не сделают зла. Это говорится про злодеев, про их способ жизни. Они не заснут, пока не сделают зла. Ваникзылашна там, и пропадает сон у них, если они кого-то не споткнут, не доведут кого-то до падения. То есть, злодеи, злодеи, они... Злодеи, они... Вот я когда-то читал, маньяков спрашивают. Ну вот как ты мог вообще женщин этих там убивать или это? Ну вот интервью. Есть такой портал Лентару. Они печатают истории маньяков, самых страшных маньяков за всю историю бывшего Советского Союза. Прямо историю описывают. И у меня, видно, есть какой-то психологический к этому интерес. У меня есть одна родственница в Америке. Она работает в ФБР. Именно она работает в ФБР с маньяками. Психолог, который разбирается в психологии маньяка. Вот девочка молодая, да, Лившиц фамилия. Она... Она, значит... Вот ее интересовало, как мыслят эти маньяки. И она прямо это выбрала дипломной работой, там изучила, все очень хорошо. И стала в Америке ФБР один из самых крупных специалистов по психологии маньяков. Так вот, видно у меня семейное к этому интерес, потому что у меня есть несколько в семье психологов, таких психиатров, психологов сильных. И что я заметил? То есть он, этот маньяк, говорит, у меня внутри такая боль, такая дикая боль, которая утихает только если я делаю боль другому. То есть вот это здесь то, что написано, что они не заснут, пока не сделают зло. То есть есть такие люди, которые, которые они... Вот, например, был такой, я смотрел фильм, Троцкий, Лев Троцкий, есть сериал сделали, да? И он такой прям реально, вот прям такой был бандит, бандит, который, ну вот, он армию эту собрал, он всех там вперед... Ну, то есть реально человек, который активно шел против Торы. Все злодеи, они активно, то есть им прежде всего нужно идти против основ, да? То есть им нужно себе объяснить, что то, что они делают, это не зло. Только тогда они смогут его делать очень сильно. Но когда они для себя создали свою вот эту идеологию, что, ну, например, фашисты, да? Фашисты, они придумали идеологию зла. Уничтожить евреев, уничтожить там всех слабых, всех больных, уничтожить... То есть это как бы идеология зла. Кто тебе дал право уничтожать и вообще это не твой мир. Но они когда придумали эту свою идеологию зла, это вторая часть этого отрывка, что пропадает сон у них, если они не ведут кого-то до падения. Они не могут, все вот эти вот злодейские тоталитарные режимы, они прежде всего должны были уничтожить инакомыслящих. Всех инакомыслящих уничтожали. Причем не все же немцы шли за Гитлера. На него было 52 покушения. Были у него вермахт, офицеры вермахта немецкой армии. Они сделали против него восстание. Они говорят, ну, он реально сумасшедший. И были офицеры вермахта, но почему-то вот эти вот все восстания были... 52 покушения он пережил, и это самое. Значит, они написаны, не успокоятся, пока не заставят всех верить в то зло, которое они объявили добром. Это 16 отрывок, что мы знали психологию злодеев, что они не спят, они не дремлят. И достаточно 2% активных злодеев, чтобы они могли изменить ситуацию во всех стране. То есть все перевороты, все вот эти вот события делают 2% активных злодеев. Ну, если это идет переворот во зло. Точно так же добрые люди могут сделать тоже переворот, если 2% добрых людей объединятся и что-то сделают. Вот, да и это сказать, 3%. Но добрые люди, зачем им объединяться? Они сидят себе, пьют кофеек, на солнышко смотрят, там, здрасте. Ну, то есть у них как бы нет смысла объединяться, им и так хорошо. А злодеи, они объединяются, чтобы делать зло. Понятно. Теперь дальше, 17 отрывок. 17 отрывок. Тилахму лэхэм рэша в яйн хамасим и шту. Значит, потому что кушают они хлеб злодейства, и вино грабежа, насилия они будут пить. Значит, если мы посмотрим, мы посмотрим, вот как, например, в... Я когда-то в детстве смотрел фильмы, ну, я же не был религиозным тогда, я не знал. Я смотрел фильмы про мафию. И вот фильм, один из самых таких главных фильмов про мафию был, фильм назывался «Лицо со шрамом». Если кто не видел этот фильм, «Лицо со шрамом», там вот он, конец фильма, вот такая вот у него гора кокаином, и он такой, морда в это лицо такой, кшух! И этого кокаина, он уже прямо вот так вот, прям альпачино, лицом вот такой в эту гору. Вообще. И он выходит с автоматами. И, значит, стреляет, и в него все стреляют, и, ну, в общем, убили его. Но все, что было до убили, с момента, когда он начал свою преступную деятельность, до момента, как его убили, весь фильм, то есть, зачем они грабят? Они тут же грабят и пробухивают, грабят и прогуливают, грабят. И жить надо, типа, вот, как сказать, сгорел, сгорел, но быстро. Это есть известная история, как едет такой, ну, бандитский кортеж, там много машин, мерседесы, там джипы, они едут по какой-то проселочной дороге. И тут вдруг им переезжает дорогу бабка на велосипеде. И первый джип ее сбивает, она летит вот так вот на этом велосипеде, бабка летит. В это время второй джип врезается в первый джип, сзади врезается в него этот лимузин. И, значит, взрывы огромные, все взрывы. И вот этот главный бандит его выбросила. И он такой лежит на дороге и говорит, а бабка в это время, ну, упала же. И он говорит, вот, красиво умерла. Ну, что у нее, типа, у нее же мечта еще, красиво умереть, и чтобы поставили огромный такой памятник. И он оценил, заценил, что бабка красиво умерла, что у нее на похоронах 10 джипов там разбилось, все. Он говорит, вот это ушла, типа, молодец. Это расшифровка 17-го отрывка, что они едят хлеб, хлеб злодейства, и вино, вино насилия они бухают, то есть они, ну, грабят, перуют, потому что у них нет продолжения. Ну, они живут только максимально интересами этого мира, и этот мир хочет их тоже уничтожить, потому что против каждого злодея такая же сила противодействия. И того же Чедивару, который является, ну, типа, орелом таким, да, романтического, романтического злодейства. Чедивару был злодей, только он был злодей-романтик. И в конце он с 17 этими партизанами, и, значит, их окружили ФБРовцы, и пришли, и в итоге все равно пришли ФБРовцы, и его, значит, убили этого Чедивару, потому что он был убийца, насильник, если почитать, ну, его, такое уже, более исследование биографии, то он был обычный бандит, который убивал только с лозунгами мировой революции, мы сделаем мировую революцию, но он был обычный убийца, который делал насилие. 18-й отрывок. Но его образ пропагандирует современная культура, потому что Чедивара, вот этот романтический орел, давай, иди в джунгли и воюй там, значит, опять же, тот же кокаин, автоматы, короткая жизнь, кепка, и все. Вот вам, вот что, да, что пропагандирует, тиражирует современная культура. Но мы переходим к 18-му отрывку. Интересно, что 18 на иврите это хай, жизнь, это цифра 18, это как ее числово значение жизни. И почему-то 18-й отрывок, вот как-то все так очень сложно, да, доброе утро. Вот ревка Виндусеевич тоже смотрит, молодец. 18-й отрывок как раз про нас с вами, про участников этого урока. «Воорах цадитим коор нога». А стезя дорожка садиков правильных, она как свет, который набирает силу. «Олех воор ад нахон айом». И этот свет, он идет и больше усиливается до вот этого полуденного света, когда солнце сияет. Значит, как мы уже знаем, что есть дорожка, орах это дорожка, а есть путь, широкий путь, это глобальное мировоззрение. И здесь нам царь Салмон говорит, что с любой точки, где бы ты ни был, с любой точки, ты хоть уже там Чидивара, ты еще кто-то, да, с любой точки можно начать, прямо тропинка цадиков, одно правильное дело, как будет дальше написано, что любая заповедь, это как свеча. Так вот, любая заповедь, когда ты делаешь по воле Бога что-то, да, то есть ты говоришь, вот Бог сказал, я и так сделаю. Заповедь, она как свеча. И даже если ты в одном деле, ты становишься праведником, то есть разница между злодеем и праведником, она очень виртуальная. Кто такой злодей? Злодей, это у которого есть злодейское мировоззрение, и он делает злодейские поступки. Но все мировоззрение человека и все его поступки, это все было когда? В прошлом. А в настоящем любой человек может оставить свое злодейское мировоззрение, поменять его на мировоззрение праведника, и начать с этого момента делать поступки праведные, то есть заповеди Всевышнего. Получается, что как вот мы Ханука, мы зажигаем свечи, одна свеча, две свечи, три свечи, четыре, и свет растет, да, это как раз вот отрывок про Хануку, растет свет. Также любой человек из любой самой темной точки своего падения, он может в этот момент вдруг сказать, а вот я сейчас сделаю доброе дело, а вот я сейчас помолюсь, а вот я сейчас одену филин, а вот я сейчас зажгу еще одну свечку, еще одну свечку. И внутри у него разгорается вот этот вот свет, свет Торы, свет заповеди, божественный свет, и оно разгорается, бах, и с маленькой дорожки он вдруг выходит на широкий путь. Понятно? Значит, какой можно привести пример? Есть в Талмуде известная история, вообще задается вопрос, можно ли приобрести Улам-Абаб в одну секунду, Бешая-Хат. То есть, в принципе, вся работа ведется за то, этот мир, это как уровень игры, как полигон, в котором ты растешь и собираешь духовный свет. Или ты вот собираешь духовный свет, и тогда этот свет тебя после смерти, когда биоскафандр, тело отмирает, душа человека переходит на следующий уровень, если ты сумел эту душу во время жизни усилить, развить, одеть ее в одежды и заповеди и так далее. Или нет. И тогда вот этот вот луч, который потенциальный человек, потенциальный его уровень на будущей жизни, он, оп, отпадает, и личность исчезает, стирается, и до свидания. То есть, человек как бы, он жил, кушал, там, что-то он в этом мире делал, но дальше он никуда не пошел. И есть переходный вариант, когда человек делал и зло, и добро, там, ну, целая идет система, как нет однозначно, ну, есть, наверное, однозначно плохие люди, однозначно хорошие, но обычно все в полутонах идет. Так вот, значит, задается вопрос, а может ли человек, который всю жизнь был злодеем, в какой-то момент приобрести вот этот Алла-Маба в одну секунду? То есть, он всю жизнь не занимался торой, не занимался заповедями, он про Бога, шел против Бога даже, да? Может ли он в один момент получить этот Алла-Маба, не работать всю жизнь, а в один момент? И второй вопрос, может, можно ли в один момент это все потерять? Можно ли потерять то, что ты всю жизнь накапливал, можно ли потерять? И ответ очень-очень неоднозначный. Это тема для отдельного, для отдельного урока. Но написано, что приобрести может точно. И там приводится история, есть много историй на эту тему. Одно я запомнил, что был один человек, который был, он увлечен, он был, как бы он любил очень женщин. И он всю свою жизнь посвящал тому, что он только искал этих женщин и, значит, с ними вступал в отношения. Вот он фанат такой был этого дела. И тут он узнал, что где-то там живет какая-то женщина в заморском государстве, какая-то Ким Кардашьян. И за 400 золотых динаров можно, значит, с ней тоже поймать отношение. И он, значит, собирает эти 400 золотых динаров где-то и едет в это далекое путешествие к Ким Кардашьяну. Он приезжает, значит, уплатил в кассу деньги. И в момент, когда то ли все произошло, я не помню, то ли не произошло. В общем, он в этот момент сел, зарыдал. И сидел он, рыдал и говорит, вообще, зачем я живу, ради чего я живу. Как я вообще мог это так жить свою жизнь в этой самой испорте, да. И он рыдал, рыдал, значит, рыдал, он рыдал, раскаивался, так он рыдал. И взлетела его душа и попала прямо в рай. То есть он настолько раскаялся искренне, настолько он переживал и настолько он изменил вот свое в корне мировоззрения, что он от страдания, он умер. И этим самым он, значит, очистил себя. Вот такая вот история, да. Одна из историй. Есть другие тоже истории, как палач, например, убивая Цадика. И Цадик, есть тоже история, как он праведник этот, и он, его там, торы обмотали, все. И праведник, он, значит, так впечатлил. А он праведник, все, значит, радостный, довольный. И этот палач прыгает за ним в огонь. И тоже он приобретает Алама Бас за одну секунду в грядущий мир. То есть есть варианты, но я не советую, как бы, на это надеяться экспериментировать. Лучше идти постепенно. Как нас в 18-м отрывке предупредили, что дорожка праведных, оно как свет, который усиливается, и он более и более светлеет до полного дня. Это правильный подход, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Как написано в Торе, не поднимайся по ступеням на жертвенник мой, чтобы не оголился твой стыд на нем. А подъем на жертвенник был пологий. То есть это написано, чтобы люди не прыгали через ступени, не надо сразу прыгать на уровне большой праведности и так далее. Постепенно, по чуть-чуть усиливать, усиливать, усиливать и усиливать. Понятно, да? Все. Теперь и 19-й отрывок, он закрывает, как бы, эту тему. И звучит он так. Они не знают, на чем они спотнутся. То есть здесь, наоборот, идет путь злодеев. То есть в предыдущем отрывке было, что дорожка, дорожка, тропинка праведников, она как свет, который усиливается. Даже эта маленькая тропинка, но если ты идешь в мелочи, ты начинаешь выполнять заповеди, то эта заповедь, она разгорается, как огонь, и она тебе освещает жизнь. От маленькой какой-то вещи, от маленькой заповеди этот свет, он потом усиливается и начинает тебя вести. У злодея, если он идет по широкой даже дороге, да, он не знает, где он споткнется. Вот он не знает. Было предыдущее правительство уже два назад, да, сейчас идет Зеленского, да, слуга народа здесь в Украине. До этого была Порошенко, а до этого был Янукович. У них был не просто путь, у них был широченный путь. У них был путь, который, казалось бы, ну вообще такая стабильность, такая махина вообще огромная, да. Не знали они, на чем споткнуться. То есть споткнулись они на том, что они же дети, студенты, вышли на демонстрацию. Нет бы им послушать эту демонстрацию и спокойно бы, ну там, ходите в Европу, будем идти. Как обычно политики говорят, ну ходите в Европу, будем, постараемся, сделаем там, ну и все, и ничего не делаем. Эти вдруг взяли, разогнали детей этих, ОМОН там побили, и пошел Майдан, восстание, как оно начало все загораться, и Янукович прыгнул в вертолет и улетел. Не знал, на чем споткнется. Споткнулся на «Они же дети». Он у нас тут, Давид, можно сказать, на Майдане провел весь Майдан. Да, даже он возлюбился. Он, он, «Они же дети», прям у него лозунг такой. Студентов просто побили ОМОН студентов. Зачем? Это называется, когда злодей идет по злодейской дороге, кажется, что все ровно, путь широкий. Все вроде у него, ну так, нормально. Сколько есть людей, которые там, например, вот задают вопросы. Не религиозные люди, а им хорошо. Я говорю, подождите, не может быть им хорошо. Вот реально не может быть хорошо человеку, который идет против Бога. То есть, если он идет против Бога. Есть люди, которые, они за Бога, но они как бы не фанатеют, не афишируют, да. Но они реально как бы, все-таки они идут более-менее по дороге добра. Это нормально. Но есть, который злодей, не может быть злодею хорошо, обязательно его злодейство закончится, какой бы сильный он не был. Если мы вспомним, когда вот этот был третий, какой это был рейх, ну фашисты, да. Они построили вот эти вот, на полмиллиона человек у них были эти стадионы. Там они такое творили, все, значит, они объявили себя тысячелетним рейхом, да. То есть, они все делали так, что, казалось бы, ну ничего их не остановит. 12 лет всего была их власть, да. 12 лет, через 12 лет даже следа не осталось. Поэтому надо было читать им 19-й отрывок Мишли. Путь злодеев, тьма кромешная, не знают они, на чем споткнуться. В любой момент может прийти какое-то событие, его сломают. То есть, это злодей должен знать, добрый человек должен знать, потому что, ну, одна из основ веры, что есть награда за добрые дела, есть наказание за зло. И оно обязательно приходит, обязательно приходит. Все, дорогие друзья, давайте сделаем выводы. Значит, еще раз, еще раз. Есть люди зла. Зло – это то, что Бог назвал злом. В принципе, идти против Бога – это самое большое зло. Опровергать то, что Бог назвал добром – это зло. И делать все, что Бог назвал злом – это тоже зло. То есть, вот что такое зло. Не может человек устанавливать, что такое добро, что такое зло. Иначе любой человек, он скажет, что все, что я делаю – это добро. Все, что остальные делают – это недобро. То есть, не имеет права человек устанавливать законы добра и зла. Бог их установил. Есть 10 заповедей, которые идентичны для всех, кто верит в Бога. И надо понимать, что всякий, кто нарушает эти 10 заповедей, тому капец. Все, вот так вот. Это мой вывод. И поэтому Игорь Матюшечкин, он знает, мира и добра всем он нам желает. И все идем в дорогу добра. Все, удачи, успехов всем. Хорошего дня, светлой ханати. Увеличиваем и действия вот эти вот, да, действия. Надо не просто идеологически быть за добро, а нужно делать вот эти маленькие действия, зажигать эти свечечки. Каждая кинер митсва, заповедь это свеча. Веттора ор, тора это ор, это свет. Вет дерех ахаим, путь к жизни, то хохот мусар. То, что мы сейчас изучаем, это как раз увещевание мусар, нравственное увещевание. Это путь к жизни, потому что у человека внутри его ведет все время в сторону зла, в сторону животного. А мы сейчас, из-за того, что мы изучаем Мишли, да, притчи, мы как бы себе открываем путь добра, но чтобы идти по нему, надо делать действия. Все. Первое действие, сделайте выводы. Второе действие, поделитесь уроком. Третье действие, сделайте сегодня заповеди. Каждый там для себя знает, как ему надо делать заповеди. В общем, делаем заповеди. Все, всем пока.